Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет. Вы пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, доброе утро. Снимаю видео ночью для того, чтобы вы его посмотрели с утра. Ну что, давайте открывать нашу коробочку заветную. И смотреть вторую часть, что нам передал Рихардс в этот раз. Так, это у нас запчасти для корпуса для Nokia. Окей. Задняя крышка S5230 Samsung. Так, вот еще. Спасибо, Рихард, вам огромное. Так, ну давайте смотреть. Я не стал уже заглядывать наперед, что здесь есть. Пусть для меня тоже будет сюрприз. Так, еще одна клавиатура. Сейчас это все пойдет на запчасти. Отдельную коробочку. О-о-о-о. Здравствуйте, красавчики. Давно у вас не было. 2310. 2310. 2310. Так. Вожу, вожу. Экстрасенс Игорь. T-Mobile. Vodafone. T-Mobile. Водафон. Хе-хе. Перепутал. Vodafone. И... Не понял. Немцы приклеили крышку? Хе-хе. У меня раз такое было, ребята. Это кроме шуток. Прикиньте, она приклеена. Это жесть. Они сделали, знаете, на западло. Я не знаю, может тут просто что-то попало. Но у меня один был телефон. Его реально заклеили. Но я не могу его открыть, не буду ломать. Потом посмотрю. Далее. У нас есть от компании Vodafone вот такой телефон. Не знаю, что это за моделька. Ух ты. Huawei, что ли. Vodafone. Тоже Vodafone. Он залочен не знаю под кого. Vodafone 858 Smart. Какой-то смартик от компании Vodafone. Игорь, спасибо огромное. Что-то интересное у нас. Далее. О, 53. Ну, вот болячка 53. Это вот это вот резиновые части. Так телефон, например, может быть в идеале. Да, 53.0 Nokia. А вот эти резиновые части, как и у Samsung, от времени просто начинают разваливаться. Да, красивый телефончик. Но, увы. И ах, и ах, и увы. Так. Далее. Ты кто у нас? Motorola. Так. Что за модель? Motorola. Motorola C116. Вот такая вот. Так. Ну и крайние. Пакованы. Это у нас что-то новенькое. Смотрим. Sony Ericsson. Компания T-Mobile. Такой уже у меня был. Ух ты, какой красивенький. Кирпичик. Sony Ericsson. Sony Ericsson. Модель Т-300. Надо будет искать аккумуляторную батарею, потому что таких у меня нет. Далее. И вот Sony Ericsson. Вообще какая-то лапушка такая красивейшая. Как он открывается, я не знаю. Наверное, вот так. Прикольненько. Приколюшненько. Так. Ну, на этого надо искать аккумулятор. Даже не знаю, есть ли у меня такой. Так. Что это за модель? Sony Ericsson K500i. Что-то интересное. Сейчас, короче, будем брать аккумуляторные батареи. И пробовать включать данные телефоны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну что. Попробую найти, какие есть аккумуляторы. Эти есть. Этот есть. Этот есть. Ну, а вот эти. Тогда надо будет опять приносить лабораторник. И проверять. Так. Ну что, ребят. Давайте. Пожму реку. Проверим. Подключаются. Не подключаются. Видят. Не видят Sony Ericsson K530i. Под крышкой вообще как молодуха. А сзади как старуха. Ага. От компании T-Mobile. Надо было карточку сразу мне вставлять. И проверять. Так. Ну, давайте. Если мозгов нет. То это надолго. Так. Будем пробовать. Жалко, что компании не выпускают, например, цельные карточки. Там, за дополнительную услугу. Там, например, полностью я заказал бы целую. Мне надоели вот эти вот пироги-карты. Речь сим-карта Энерген. Видите, заблокирован. Вот что я хотел проверить. Видите, ребятуля. На T-Mobile залочка идет. Скорее всего и на Vodafone вот эти будут тоже все залучены. Поэтому проверяем в темпе вальса. Так. У этого тоже вся резина поползла. Но буду искать на него хорошую, достойную замену. Хотя в наше время сейчас что-то достать именно в оригинале тяжело. Так. Криворукий мальчик-бродяга. Где ж ты бродишь, мальчик без руки? Так. Вроде включил. Ну, проблема, видите, или шлейф отходит. Видите? Или переломом где-то. Поэтому сейчас проверить. Но Рихард мне присылал шлейфы. Сегодня шлейфа. Сегодня я сидел, перебирал то, что он мне перебирал. Начну, наверное, ремонтировать некоторые телефоны. Потому что много шлейфов. Я забыл, честно говоря, за них, что мне Рихард их присылал. И я думаю, если вам будет интересно, напишите мне в комментариях. Делать это вам онлайн, как я меняю шлейф. Или снимать видео. Если снимать, напишите. Снимаем. Если не снимать, что я бы предребительно знал. Делать мне, не делать эту работу. Или снимать уже. Когда уже они будут готовы. Привет. Ок. Так, работает. Дальше. Теперь зайдем в меню. Сообщение. И приняты. Посмотрим, открывает он или нет. Да, ребят. Этот принимает. На русском. Отлично. И проверяем сразу лайфтаймер. 92-70-26-89 решетка. Скорее всего, 2003 год. Некоторые, которые не отвязывали от операции. Один час, одна минута. Это жесть. Ребята, новые телефоны. Завал. Такое случается очень редко. Товарищи хейтеры, подавитесь слюной. И не пишите мне гадости. Если вы думаете, что вы пишете гадости. Их все читают. Их никто не читает. У меня все сообщения проходят модерацию. Сейчас я вспомнил. Мне столько вчера написали гадостей. По поводу посылок. Что мне присылают. Поэтому просто захлебнитесь слюной. И сидите молча. Так. Включаем. Ну, с этим повезло. Разлачивать не надо. Что с этим? Окей. Тоже не надо. Отлично. Ну, кто-то, видите, уперся по такой желтой теме. Я бы ее в жизни не поставил. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Ну, хорошо. Самое главное, ребят, что мы видим, что он получает сообщение, что он звонит. 10-20. Давай, открывай. Так, ребята, ну, как же его открыть? Ну, вот, открыл. Входящие. Лес. А, цирюк может? Нет. Вахл. Лесер. Нажаль, ваш номер. Ну, вот, я не то открыл. И сижу, мучаюсь. Так. Ну, теперь бьем лайфтамер. Зато телефон, короче, он был по периметру, весь заклеен кофе. А кофе с сахаром, как вы знаете, термоядерная смесь. 92-7-0-26-89. Решетка. Седьмой год. 9 часов 06 минут. Но состояние... И вот тут грязненько. Ну, хотя орет. Но это ловкость рук моих. И никакого мошенничества. Сделаем все. Будут лялечки. Вы видите состояние их. Я так уже чуть-чуть протер. Но будут вообще ляльки. Ляльки, ляльки. Так. Чтоб мне... Тот, что аппарат, я так его не настрою. Этот, что купил. Что прошивать вот эти вот телефоны. Чтобы вы уже получали полно... А вот видите, этот заблокирован. Заблокирован. Короче говоря, из трех... Один получился заблокированным. На компанию Vodafone. Видимо, его не отвязали. Спрыгнули с контракта. Ну, состояние, смотрю, вообще. И в идеалочке. Но это мы отвяжем. Это без проблем. Так, надо его отдельно отложить. Вот так. Так, ребят. На этот аккумулятор я не нашел. Честно говоря, по интернету. Время час ночи лазит. Отдельно вот на вот эти вот Huawei сниму, обещаю. Я их не буду ложить в долгий ящик. Подключу или лабораторник. И запишу вам видосики. Видосики, пиндосики. Так. Это без обид. Без оскорблений. Это... Будем так говорить слова. По тексту. Ну, давайте. Аккумулятора такого нет, длинного. Есть вот такой. Попробуем включить. О, получилось. От компании T-Mobile. Ну, вот дисплей, конечно, в этих Sony Ericsson. Напишите. Или вы мне писали, что здесь выгорают вот эти диоды. Или что? Почему такая плохая видимость? Или это изначально было такое? Напишите, кто знает, пожалуйста. Я буду благодарен. Но вот ищет карточку, что-то не находит. Нет, нашел. Водофон Украина. Отлично. И позвонить. Прикольный телефон. Что-то не то нажал я. Как сделать громкую связь, кто знает. Напишите, можно ли в данной модели сделать громкую связь. Если да, то как? Потому что ребята мне в тех телефонах учили, как делать. Но вот в этом не получилось. Слава Богу. Эта моделька тоже была, работала в компании T-Mobile. Но громкой связи я не знаю, как сделать. Обидно, но не смертельно. Смертельно, но не обидно. Так. И сюда. Сюда я нашел аккумулятор. Оказывается, вот такой он с двумя рожками. Спасибо Рихардцу. То, что мне присылал вот эти аккумуляторы. Что мы можем спокойно пользоваться. Интересная модель такая. Маленькая. И дисплей, кстати, вот на нем все видно. По сравнению вот с этим. Ну, очень красивый. Deutschland English Name. Ребят, я не познал его язык. Ну, ладно. Так. И позвонить вот так, по-моему, да? Нет? Да. А это, по идее, громкость. О, слышно хорошо, ребят. Короче, не знаю, куда я попал. Ну, не знаю. Звонит, ребят. Мне нравится. Интересный телефончик. Сделаю на него обзор. Именно такой вот тоже мне понравился. Маленький старичок. Ну, красивенький. Имеет свою, смотрите, красивую оранжевую подсветку. Прикольно смотрится. Прикольно смотрится. Ну, будем проверять. О, от компании E+. У меня такие редко бывают. Смотрите, так как-то такие компании есть. Я слышал о них. Видел на шильдиках, но не держал в руках. Вот тут, наверное, может, шильдик был. Ну, нет. Обычно, вот они клеят сюда свои. Вот, например, как видите здесь. Т-мобайл. Обычно здесь клеится модель. А когда делают под какую-то компанию, клеит компания. Опа. Вот сюда вот клеят свои. Вот, например, Т-мобайл. А тут должен быть E+. Хотя и не на крышке не написано E+. Видите? Ну, довольно в хорошем состоянии данная моделька. Ну, что, ребят. Вот такие вот сегодня телефончики. Вторая часть у нас была. Так что в конце видео смотрите фоточки с данных телефонов. И по возможности буду приводить их в порядок. И выставлять сразу на продажу. Так что, кому понравилось, что, пишите. Электронная почта внизу. Ссылка на второй канал внизу. Подписывайтесь. Всегда ваш мистер Гудмобайл. Всем пока-пока. Доброе утро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok